Казань-Экспо В ходе сессии были затронуты вопросы международного сотрудничества в наши дни. Этот аспект был рассмотрен как с практической, так и с научной точки зрения. В своем выступлении Тимирхан Алишев рассказал о тесном сотрудничестве КФУ с городом-побратимом Джизак, Республики Узбекистан, где в 2022 году был открыт филиал КФУ. Также проректор по внешним связям подчеркнул, что на сегодняшний день в УЗИ обучается около 70% иностранных студентов. Действительно, задача была в целом обсудить тематики, связанные с межмуниципальным сотрудничеством, но практически в каждом крупном городе, городах-побратимах, городе Казани есть крупные университеты, и со многими из них мы выстраиваем диалог, сотрудничество. Сегодня мы говорили о том, как уже существующие форматы межмуниципального, межрегионального сотрудничества помогают налаживать образовательные взаимодействия. Практически во всех крупных городах-побратимах, городе Казани, есть наши партнеры. Мы сегодня говорили о тех образовательных программах, проектах, которые мы реализуем, о открытии центров Каюма на Сыре в том числе. Далее состоялось открытие фестиваля восточных культур. Институт международных отношений Казанского федерального университета представил выставку еменского художника «Арабский мир». Здесь для всех гостей международного выставочного комплекса «Казань-Экспо» на протяжении трех дней будут представлены картины, постеры, музыка и многое другое. Программа очень разнообразная и она фактически в течение трех дней непрерывно будет там реализовываться, проходить. Поэтому мы все гости, которые приезжают на Казань-Экспо, приглашаем на фестиваль восточных культур Казанского университета, который проводится при поддержке агентства инновационного развития, потому что они выделили площадку для проведения этого мероприятия. Это делается впервые. Вы знаете, что форум юбилейный, 15-й, и мы впервые проводим этот фестиваль. Я думаю, что он станет хорошей традицией в целом для этого форума, и мы будем проводить его далее. Фестиваль, он проходит в несколько этапов. Во-первых, была предварительная работа, это работа со студентами, потому что наша основная задача здесь подготовить студентов, высококвалифицированных специалистов. У нас здесь и переводчики, и востоковеды, и ребята участвуют в ряде конкурсов. Это конкурсы видеороликов, конкурс плакатов, конкурс творческий, который представляет непосредственно танцевальный номер или песенный номер, поэтический конкурс. Вот это такое разнообразие, это мы готовили до непосредственно фестиваля. Далее прошла панельная сессия. Прорывные российские технологии для зрелых нефтегазовых месторождений в разрезе новой парадигмы. Экономическая эффективность, цифровая трансформация и декарбонизация. Участие в которой принял проректор по направлениям нефтегазовой технологии, природопользования и наук о земле Данис Нургалиев. Казанский федеральный университет активно развивает нефтегазовую сферу, а также сотрудничает со многими крупными нефтяными компаниями, такими как ТНЕФСЬ и Газпром. По словам Даниса Нургалиева, такого рода панельные сессии помогут в укреплении партнерских связей. Мы надеемся, что те технологии, которые мы доложим сегодня, ну и предварительные переговоры уже проведены, они интересуют представителей других стран, которые будем заключать соглашение с ними и работать на благо всех стран. И кроме того, что вот добыча и нефти, поиски, разбирка добычи нефти, будут отронуть вопросы декарбонизации, связанные с тем, что переходы к возобновляемой энергетике тоже очень важны для России и для всех стран. Завершающим мероприятием стала встреча ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина с президентом университета имени Аламета Батабая и Республики Иран господином Абдалой Матамиди. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества. Напомним, что в 2001 году на базе Казанского университета был создан Центр Иранистики. Центр поддерживает тесные отношения с иранскими университетами. Ежегодно Центр Иранистики отправляет студентов Института международных отношений Казанского федерального университета на летние языковые курсы в Иран. Универ Новости